Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня вы попали на самое беспощадное шоу, а именно шоу с хейтерами. И перед тем, как мы начнем, я хочу вас попросить поставить лайк и подписаться, чтобы как можно чаще выходили данные выпуски. Ну что ж, а мы начинаем. Где вы издеваетесь над бездомными? Я не издеваюсь над ними, я отдаю людям работу. Да, сам ты себя ведешь просто как животное. Ты вообще свои губы видела? Лицемер, конченое видео, конченое творчество. Ты хочешь ответа в содействие? Вообще с удовольствием. Губы было. Итак, сегодняшний наш гость славится провокационным контентом, любит издеваться над бездомными и человек, которому, я считаю, нужно отключить интернет. Данил Степанов. Всем привет. Как ты себя чувствуешь, Данил Степанов? Братан, во-первых, я хочу сразу сказать, что не издеваться, а давать им работу. Я сейчас все дальше объясню. Хорошо, то есть ты готов ответить за это? Я готов ответить за любой свой поступок. А каково тебе находиться напротив твоих хейтеров? Да то же самое, что напротив бомжей, в принципе, разницы нет. Жестко, я понял. Смотри, у тебя интересная кофта такая, что это значит? Вот это кофта? Да, да. Что она значит? Сейчас покажу, что она значит. Мне кажется, не соответствует твоему имиджу. Вот что она значит. Нафиг нефоров. Расскажи, пожалуйста, к чему был такой перформанс? Просто хотел показать, что я люблю майки. А что значит... Я не уважаю нефоров. Нефоров. Кто такие нефоры? ЧВК, Агдан, вот эти пауки все, парят ошкудишки, пьют, бухают. Ты сам это прекрасно. Ты, короче, полностью за здоровый образ жизни. За здоровый образ жизни полностью. Сегодня мы это как раз-таки узнаем. Ну что ж, давай приступать к вопросам. Поехали, первый вопрос. Всем привет. Меня зовут Дима Морунов. Я бывший фанат Миланы Некрасовой. Данил Степанов, у меня к тебе такой вопрос. К тебе бывший? Миланы Некрасовой. Понял. Многие скидывают видео, где вы издеваетесь над бездомными. Обливаете их перцовкой. Бинаете. Где-то кто-то и целует даже. Зачем тебе такой контент? Это же трэш. Ну, во-первых, давай пройдемся по твоему вопросу. Я не издеваюсь над ними. Я отдаю людям работу. Ты ходишь на работу? Я сейчас учусь. Ну, ты потом будешь ходить на работу, правильно? Также я прихожу к бомжам, говорю, есть работа. Нужно забрызгать тебя перцовым баллончиком. Мы это выложим в сеть. Это соберет просмотры, лайки. Ты получишь деньги. То есть это все за деньги, да? Я спасаю их, бро. Какая разница за деньги и за деньги? Это же все равно живые люди. Ты точно такой же человек, понимаешь? Я не точно такой же. Точно такой же человек, у тебя две руки и две ноги. Бро, бомжи бухают, они курят. Какой они пример подают? Я даю, я спасаю, понимаешь? Какой ты пример подаешь, когда публикуешь это в социальной сети? То, что не нужно быть таким. Если ты даешь им какую-то работу, найди что-то уместное. К примеру, не знаю, каким-то подрядчикам, там, настройки, что-то еще. У меня нет образования. Какой подрядчик? У меня есть деньги, я даю деньги. Они выполняют задания. Сколько ты платишь за такие задания? Вот это уже не важно. Может, ты вообще не платишь? Это секрет фирмы. Ну, скажу так, любое издевательство над людьми, неважно, бездомное, не бездомное, ребята, это максимально ужасно. Мы такое не одобряем. Вот, надеюсь, поддержите лайком. Но такое мы осуждаем максимально. Я думаю, это тоже в скором времени. Это просто прикол. Это не прикол. Это прикол просто. Все понимают прекрасно, что это просто видео. Ты говоришь, что даешь им работу и якобы спасаешь им жизнью, но тебе не кажется, что твой контент настолько деструктивный? Не кажется ли, что ты тем самым только интернет засоряешь и даешь молодежь пример, которого не стоит придерживаться? Да и более того, любой человек может стать маргинальным элементом. Хороший вопрос. Двое, прости, пожалуйста, я больше не буду снимать такие видео. Я реально, я задумываюсь о том, чтобы подумать об их положении, каково бомжам, которым я даю деньги, они идут, их пробухивают. Наверное, в этом надо найти виноватых. Кто же виноват в том, что они бухают, в том, что они так себя ведут? Так, как ты думаешь? Ну, всякие жизненные обстоятельства, понимаешь, бывают. Какие должны быть жизненные обстоятельства? Какие-то разводы, либо смерть родного человека. То есть есть люди, которые склонны к алкоголизму, к примеру. Вот ты зашел ко мне в Тереган, ты смотришь. Да, я смотрю. Что бывает с бомжами? Ну, не ты вот конкретно, кто-нибудь другой. Что бывает с бомжами? То есть ты такой, твоя позиция, что ты мотиватор в том плане, чтобы люди не становились бездомными? Да, да. В каком-то плане, да? Почему нет? Дань, смотри, ты оскорбляешь квадроперов и, ну, всех людей, что этим занимаются. Да, сам ты себя ведешь просто как животное. Как ты можешь это объяснить? О, как животное, значит, да. Ну, а почему ты оскорбляешь себе подобных, по факту? Ты вообще свои губы видела? Какие животные? Ты о чем говоришь? Оденься нормально. Это рабочие. Это рабочие. То есть она видела к тому, что ты оскорбляешь чужие интересы. Ты представь просто, если бы здесь сидел Макан, что бы он сказал тебе на твой внешний вид? Что яблоко зеленое. Задумайся об этом. А ты бы поддержал, например, Мию Бойку, которая оскорбила маленького ребенка, унизила на сцене? Нет, Мию Бойку я не поддерживаю. Ну, так она же. И квадроперов тоже я не поддерживаю. А кого ты тогда поддерживаешь? И тебя тоже не поддерживаю. А что ты поддерживаешь? Под людьми? Нет, я поддерживаю спортивные движения, хорошие спортивные движения. Спортивные движения – это заливать людей перцовкой? Что ты конкретно хочешь от меня, чтобы я сейчас тебе ответил? Как я отношусь к квадроперам? Смотри, квадроперство, по факту, ну, это повадки животного, правильно? То есть они там бегают, что-то делают, кидаются на кого-то. В масках и с хвостами. Ну, в масках и с хвостами. Не забывай. И с лапками. Ну, это тоже, да. Представьте, ты идешь в темном переулке, и там квадропер. Вот твоя реакция просто. Ну, я бы тоже побегала. Моя реакция просто вот так вот сразу сходу, и все, понимаешь? Давайте так, перейдем к следующему вопросу. Я считаю, это детская тема какая-то. Твою позицию мы услышали. Моя позиция, да. Какое ты право имеешь поднимать генсуху на руки против ее воли? Подошел, поднял. Тебе не смущает, что у нее есть парень? А если так твои девушки подойдут? У нее есть парень? Да. Кто ее парень? Токсик. Токсик? Точно токсик? Да, токсис. Подошел, поднял. У меня никто ничего не написал. А ты сам скрываешься или свободно перемещаешься? Я не скрываюсь. Любой человек более-менее мединый. Понятное дело, если какой-то обычный хейтер мне пишет, таких просто миллиард. Я там тебя найду, дай мне там адрес. Нет смысла отвечать просто. Но если какой-то более-менее мединый человек мне напишет и реально захочет со мной поговорить, встретиться... А почему мединый? Если просто ребята подойдут заступиться? Никто никогда в жизни не подходил ко мне, не заступался. Вот она первый человек... Ну как ты оценишь вот этот поступок, подойти к генсухе, который есть парень? Слушай, бро, во-первых, я хочу чуть-чуть раскрыть вопрос с генсухой, потому что очень много людей возмутилось, что я там поднял. Она у себя в Телеграме сказала, что она словила депрессию, что она больше никогда не будет ходить, что она больше никогда не будет ходить в торговый центр. Вот это вот все. Тем более. Не думаешь жениться? Хорошо, тогда у меня следующий вопрос, генсуха. Зачем ты выложила сразу же после этого поступка фотка? Зачем ты выложила после этого поступка, после того, как я подошел и поднял ее, фотка? Разве так делают люди в депрессии? Объясни мне, пожалуйста. Разве так поступают? Вот смотри, у тебя депрессия какая-то жесточайшая, да? К тебе там подходили, говорили, Данил Степанов там напал на генсуху. Ты говоришь, у меня жесткая депрессия, все, у тебя панические атаки. Ты выложишь фотку? Объясни мне, пожалуйста, этот момент. Может быть, она не хочет показывать, что у нее депрессия. А если бы твои девушки так подошли? У меня нет девушки, во-первых, во-вторых, мне кажется, ей даже понравилось. То есть ты не против, если тебе будет девушка, тебе подойдет какой-нибудь мужик, ты будешь стоять в сторонке, он начнет поднимать твою девушку, она пампит. Бро, если так то не поступит, я найду этого мужика, понимаешь? Сам факт, что ты поднял и сам говоришь то, что если бы подошли так к твоей девушке, ты бы его... Ну я бы выбрал порядочную девушку, которая не выкладывает такие фото открытые и так далее. Причем здесь фото? Я тебе говорю про поступок, когда ты подошел к ней на стриме, поднял ее и начал с ней. Это... Я как-то навредил ей, можешь? Что-то плохое сделал, объясни мне, пожалуйста. Да дело не в этом, ты говоришь, что это плохой поступок, то есть то, что ты бы... Я не говорю, что это плохой поступок. Ты сказал, что... Я говорю, как бы я отреагировал, я могу и на хорошие поступки как-то иначе отреагировать, понимаешь? Сам себе противоречишь. Ну, вот так вот. Да, и смотри, вот Равшан, он как узнал об этой ситуации, он сразу, ну он сразу сказал тебе то, что типа давай вот выскочим 1-1, а ты вот взял и просто засал, дал заднюю. Во-первых, Равшан мне не говорил, чтобы выскочить один на один. Он готов был с тобой разобраться, поговорить. Насчет его разборок, он мне обещал разобраться, наверное, знаешь, когда полгода назад, может, что-то такое. Но, судя по всему, знаешь, в чем его разборки заключаются? Потому что он в прямом эфире посмеялся надо мной, я посмеялся над ним, он сказал, давай там разборки, что-то не разборки. Я его послал прям в прямом эфире на Твиче, понимаешь? И после этого он походу понял, что я не шучу или что-нибудь такое, и он говорит, эти разборки будут не в интернете. Ты знаешь, чем закончились эти разборки? Судя по всему, он сел на баночку своего энергетика и пошел таскать тапочки в ритвину. Я иначе никак не могу объяснить. Если ты говоришь, что я разберусь с ним, где? Равшан, напиши мне хотя бы что-то. Если ты не будешь разбираться, так не пиши, правильно? То есть ты готов как мужчина выйти один на один? Я готов вообще без проблем, если у Равшана есть какие-то вопросы ко мне без проблем. Он первый эту движуху начал. Я видел свой пост в Телеграме насчет Генсухи, то, что в момент, когда ты ее поднял, ты это объяснил тем, что она была не против, она сказала да. Бро, я подошел, извиняюсь, можно? Да, она говорит, да, я подошел, поднял. Она говорит, ай-яй-яй-яй. Ты понимаешь, что это имеется в виду, можно обратиться? Смотри, один момент, я подходил к лунаком, да, просто шугануть ее, я не хотел ее поднимать. Как только я подошел, она сразу же отскочила, сразу видно, человек против. Но ты не дал даже подумать, то есть ты в этой ситуации применил физическую силу. Нет, никакой физической силы, ни в коем случае, я осуждаю такое. А когда она тебя попросила отпустить, когда ты начал ее поднимать? Я отпустил. Прямо пампиться, ты продолжал. У меня позднее зажигание, я секунды три обдумываю слова. Долго доходит? Да, долго доходит, иногда в моментах. Поэтому, не, я не понимаю просто вот, вся вот эта ситуация с Генсухой, я что, что-то плохое сделал, я не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, подойти поднять кого-то, это плохо, что ли, я не понимаю. Ты говорил всегда, что ты за ЗОЖ, а на самом деле ты тусишь, выпиваешь, ты позоришь всех спортсменов. О, как он сказал, хорошо. Красиво. Ты позоришь всех спортсменов. Брое, я не тусуюсь, я не выпиваю, я не знаю, откуда ты эту инфу взял, может, ты перепутал меня с кем-то. Да не, не думаю. Или ты потусить хочешь со мной, так скажи, погнали, потусим. Ну, значит, ты не против потусить, выпить? Нет, нет, я против, это все прекрасно знают, какой-то глупый вопрос совершенно. Я никогда в жизни не пил, я не буду пить. А может, это просто на камеру? Нет, ты можешь спустить любого человека, который меня знает, я никогда не пила не буду, мне этого не надо. У меня свой кайф. Назови топ-3 блогера, либо стримера, которых ты бы хотел вызвать на бой. На первом месте, я думаю, знаешь, кто бы это был. Ну, исходя из всех вот этих высказываний про меня, вот этого всего, наверное, Равшан бы на первом месте был. Окей, следующий. Может быть, Ритвин, я бы тебе сказал. Миша Ритвин. Серьезно? Я серьезно, Миша Ритвин. Вот это энергетики. Вот эти подсосники его, вот этот сленг, кондиции, некондиции. На третьем месте Томаев. Пожа был бой с ним, да? Ну, это не бой. Я вообще, бро, я борец сам по себе. Один день потренировал ударку, я ничего не умею, я себя даже не показал полностью. Я бы с удовольствием взял. Мне кажется, лучше бы ты вышел с Иваном Золо. Классно было бы, да? Ты считаешь, это смешно, типа? Ну, как ты считаешь, вышел бы с Иваном Золо? А ты бы со Скоридзе вышел. Отличный соперник. А потом мы поставили о Скоридзе и Иван Золо. Иван Золо выиграл бы. Давайте я поставил соперника о Скоридзе и Иван Золо. Давай 2 на 2 зарубимся. Я всех приветствую. Здесь речь пошла о спорте. Вот. Сам 20 лет занимаюсь единоборствами. Красавчик, давайте похлопаем. Все очень просто. Я человек, в принципе, не знаю, случайно сюда попал, но все это звучит лицемерно очень, в первую очередь. В вторую очередь, как ты себя называешь спортсменом? Типа, если ты ходишь в качалку, ты спортик, типа, накачал банки. Для тебя это спорт или как? Или физические нагрузки просто? Я не вижу в тебя спортсмена, я вижу в тебя лицемера. Вот, если тебя это как-то смущает, мы можем здесь решить, можем там решить и так далее. Ты же спортик, ты же так решаешь. Это весь вопрос? Это не вопрос, это я тебе прям в цвет говорю. Это ты его позвал? Я в цвет цвет говорю. Поговори со спортсменом. Вот это вот просто, не, хорошо. Хороший пример. Вопрос окей, но вот это все решить там, здесь, это к чему? Я хочу с тобой подраться. Ты хочешь что, подписчиков, ты хочешь денег, к чему? Нет, просто мне не нравится, не нравится, это как-то себя, ну, как бы, услышанно мне не нравится. Я тебя как человека лично не знаю, я приехал сюда послушать, я вижу твои цены. Слышу твои ответы. Ну, то, что ты там бомжов, там, брызгаешь чем-то, это уже не по-спортсменски. То есть ты ведешь там, как девочка, кому-то что-то пшикаешь, людям, которые не на твоем уровне и так далее. Ты хочешь им помочь, там, ну. А в чем, как девочка? Ты вообще знаешь, что такое кино? Люди, когда снимают кино, там всякие сцены. Ну, ты же актер, ты проявляешься, я имею право, как актерик, тебя обозначить, да, для себя. Я вот так вижу, я вижу вот так вот, я вижу вот так вот картину, я так снимаю, а почему сразу, как девочка, вот это вот базарит, к чему? А я вот так слышу, вот так вижу, говорю, это все лицемерно, это все неправильно. Что ты хочешь добиться? Ну, я свое мнение сказал, ты что-то можешь ответить на это? Какой бой? Я могу сказать, что ты не прав абсолютно. Ну, ты их съел, получается. Я могу дальше микро-пределить? Ну, да. Это ты съел, получается? Нет, почему? Я сказал то, что я хотел сказать. Что ты сказал? А ты мне никак не оскорбил. А зачем? Ты понимаешь, что оскорбают только с обычаи? На самом деле, привел аргументы насчет того, что ты лицемерно себя ведешь. Ты считаешь, я дал заднюю сейчас? Смотри, перед тобой спортсмен, ты сказал, если я увижу какого-то хейтера, либо какого-то спортсмена, который будет высказывать в мою сторону, я буду отвечать. Ты сейчас уверен в своих словах, вот это вот все, что ты сказал? Вообще основательно. Что ты можешь сделать? Повтори еще раз. Лицемер, конченное видео, конченное творчество, неправильно себя ведешь, и ты спортсмен. Ты хочешь ответов и действий на то, что ты мне что-то сказал? Вообще с удовольствием. Слабым было. Иди сюда. Лицемер. Кто-то еще. Попрыгунчик. Давай, иди сюда. Иди сюда, лицемер. Давай, иди сюда. Тебе повезло, что разняли, я тебе отвечаю. Мы можем пообщаться потом после камер, после всего вот этого. Представляешь, хейтеры настолько у тебя все равно, как к человеку относятся, что не дали тебя побить, не дали тебя унизить. Ты здесь варялся просто. Ты уже лежал практически. Скажи ему спасибо, что он разнял. Да тебя семь человек держало, а ты никак не пошел вперед. Меня семь человек держало, ты здесь варялся. Ты залетел мимо и пролетел, пошел бороться, я тебя в диванчике воткнул. Какой диванчик ты здесь лежал? Ты головой стер. Давай, короче, мы с тобой... Ты видел, как он лежал здесь? Судя по твоей голове, как будто бы ты тут ковром прошелся. Бро, бро, я даже не напрягался. На одном из стримов Милстро тебе предлагал бабки за то, что ты с ним выпил, а сейчас ты просто стал нищим. Зачем ты отказался? Значит, смотри, бро, по поводу стрима с Милстроем. Да, базара нет, он покупает там людей, они там выполняют всякие задания, браются на усы, все такое. Ты такое осуждаешь? Нет. Я такого не осуждаю, это их выбор. Это просто показывает, кто есть человек, понимаешь? Когда его можно купить за деньги. Меня за деньги не купишь. То есть ты был бы против, если, помните, я скинул там 50-ка баксов? Бро, если бы он скинул мне деньги, я бы ему обратно отправил. Сто процентов. Мне эти деньги не нужны, понимаешь? Сто процентов. Меня невозможно купить, я тебе серьезно говорю. Сто тысяч баксов кинул, отказался бы отправил обратно. Пофиг мне вообще. Пятьсот тысяч баксов. Да хоть миллиард баксов. То есть ты отвечаешь за то, что если он вдруг посмотрит это, скинет тебе бабки, ты вернешь обратно. Я верну ему обратно деньги. Ну ты же понимаешь, что благодаря этому поводу ты мог также вернуть огромную популярность. Это бы сто процентов разлетелось бы. За один глоток, добавок ты получил бы деньги, у тебя выросли бы рассмотры, везде подписчики тоже. Бро, принципы намного дороже вот этих всяких лайков туда-сюда. Я не хочу пить, я не буду пить. Ни за какие деньги, понимаешь? Это то же самое, если бы ты мне сейчас сказал, на вот тебе сто тысяч баксов я тебе даю, и ты там кинешь своего кента. Я такого не сделаю. Привет. Привет. Пять лет назад в Сыктывкарском Маке передо мной сидел клевый парень, который топит за ЗОЖ. Прошло пять лет, и сейчас передо мной кринж. Днище. Трэш-блогер. Ну не надо так по-бадабуму, зачем? Который снимает насилие, перцовки, бомжи. Я считаю, что ты должен извиниться перед всеми на коленях, перед своей аудиторией, которая появилась у тебя пять лет назад. Не понимаю, как мой земляк превратился в это. Знаешь, я вот на самом деле думал об этом во всем. Люди в зале меня сейчас убедили в том, что я занимаюсь чем-то не тем. Я серьезно, не смейтесь, пожалуйста, не смейтесь. Реально, вот этот весь деструктивный контент, вот этот контент с бомжами, да? Вот эти всякие приколы, где я там снилаю штаны, понял, там стринги, ну это вообще смешно, что ли? Ну реально, человек прав. Пять лет назад, что со мной было? Я ставил камеру, снимал видосики, просто вот так вот прыгал. Вот так вот прыгал. Вот это реально офигенный контент был. Ты на самом деле прав, и я вот, я встаю на колени, я встаю на колени. Я хочу извиниться, я хочу извиниться. Абсолютно не перед кем, перед кем мне извиняться. Я так и знал. Я делаю свою кайфовую работу, понимаешь? Ты не думаешь, что твой хайп может плачевно закончиться? Про тебя за минуту просто могут забыть. Это жестко, да. Какие-то дальнейшие коллаборации, какой-то дальнейший контент взаимодействия, ты просто исчезнешь. Я буду пакать. Как насчет того, чтобы устроиться на нормальную работу, может быть, свою физическую силу применить там? Грузчикам. Отличная работа. А лучше в рабочий дом помогать бомжам, правильно? У меня это отлично получается. Отличный вариант. Ребята, рабочий дом, кто хочет меня взять, я приду и найду вашим бомжикам работу. Окей. Мне интересно. Когда-нибудь тебе это придет. Ответ мне на вопрос. Зачем ты подкатывал к девушке-кореша? Тебе нравится доедать за другими или что? Во-первых, я не подкатывал к девушке-кореша. Я бы к ней в жизни не подкатил. Зачем мне это нужно? Не потому, что она девушка-кореша, а просто зачем? Кореш. Была такая ситуация? Такой ситуации вообще нет. Ты видел девушку-кореша? Ну честно, я не слежу. Объективно, не вкус. Не вкус. Я не хочу никого обидеть, но я бы к ней не подкатывал. Во-первых. Во-вторых, я знаю за ситуацию только то, что она сидела на стриме и сказала, если бы Данил Степанов поднял меня, то мой парень, Роша-кореш, не знаю, что бы сделал с ним. После этого в чат сразу начали писать, что он бы поймал паническую атаку. Он бы заплакал. Я абсолютно согласен с чатом, это даже обсуждать нечего, ну кореш. Про лактиновый черек я таких не уважаю на Твиче. С ним еще кто-то встречается, ну, видимо, из-за денег, я не знаю. Даже у стримера каши физическая форма лучше, чем у тебя. Начал тренироваться натурально и сдулся. Братан, я могу кашу твою спокойно пожать вообще как штангу. Могу бодобума пожать, любого пожать. Если я чуть высох, это не значит, что я не в форме. Папочка в форме, папочка может, когда захочет, понимаешь? Не сможешь. Ты уверен? Да. Сколько ты весишь? 70. Братан, я вешу 80. Когда 80 будешь весить, будешь задавать мне вопрос. Давай садись. Твоя популярность закончилась, когда Иван Зола послал тебя и не захотел больше хайпить. Сейчас ты просто ноунейм. Ага. Насчет Ивана Зола хочу сказать, что... Я вообще не понимаю, он сказал, что я ему платил за каждый видос 100 тысяч. Ну он сказал то, что там на деньги... Он реально слабоумный просто, понимаешь? Я не платил ему ни за какие видосы. Я заплатил Макну 150 тысяч топ-батьку. Ты за каждый ему ролик платил? Я не платил Иван Зола вообще. Зачем ему платить? Только батьку. Только батьку. Один раз 150 тысяч. На респекте, бро. На респекте, ботёк. Ну не было таких вопросов, то, что ты меня киданул, ты мне не заплатил за рекламу, хотя в ролике была реклама. У него не хватит таких, чтобы задать такие вопросы, я уверен. Вот ботёк обоюдно, понял? И что, нормально тебе хайпится вот, ну, так скажем, особенным человеком? Ну, как видишь, просмотры есть. Ничего, в душе не ёкает. В душе, да, ёкает. Очень обидно за то, что... Мало хайпа было. Нет, очень обидно за то, что Иван Зола никак не может что-нибудь выучить нормальное. Моразм сделан на тебе недавно разоблачение, где сказал, что ты являешься антипропагандой спорта. Кто за то, чтобы Степанова запретили? Да! Да! Запретите! Запретим! Бро, ты зачем с модного приговора сбежал вообще? Кто тебя выпустил? Скажи, пожалуйста. Я сам себя выпустил. Ты байкер вообще, кто ты? Я не понимаю. Ты можешь шлем снять, пожалуйста, реально? Шлем? Да, шлем можешь снять. Не, если хочешь, потом на тебя одену, пересадку сделаю. Пересадку? Не, мне высадку нравится. Ладно, давай я отвечу на твой вопрос. Моразм про меня что-то сказал. Бро, честно говоря, когда я увидел это, у меня очень жесткая депрессия была. Ты посмотрела, полностью разоблачено. Да, я решил, что я больше в торговый центр ходить не буду. У меня рано начали панические атаки быть, понимаешь? Слушай, один вопрос есть. Вот ситуация с дедушкой, которая залили перцовым баллончиком. Там была речь о том, что ты снял кружок, потом с дедушкой, который говорит, что я никакого причастия к этому не имею, все окей, все было обоюдно. Но это же другой. Дед? Да. Нет, тоже самый. По-моему, другой. Нет, он предложил, ребята, можете, пожалуйста, меня залить перцем на видос? Ну, мне кайф. Я говорю, ну, дед, пожалуйста, ну, не надо, давай мы не будем это делать. Он вообще не дед. Ну, он молодой просто такой немножко выглядит. Из-за алкоголя, да? Да, мы говорим, бро, я не хочу тебя заливать, ну, ты что, это же вода. Он говорит, да, пацаны, ну, это реально кайф, давайте так сделаем. Ты бред говоришь. Пруфы есть? Пруфы или слит? Пруфов нет? Конкретно нет. Обратно на модное предложение. Личная моя точка зрения. Ну, офигенно, бро. С кем бы ты замутил? Акулич, геносуха или вишенка? Я что, в давинчике? Я не знаю. Давай поженимся передать. Почему выбор такой? Ну, кого выберешь? Я не знаю, бро, кто из них лучше, но это все мимо. Это не твой вариант. Это все мимо. Но если так, можно со всеми... А назови его топ-1. Слушай, мне кажется, если бы они просто со мной бы помутили один день, они бы офигели от того, что вообще мужик может в этой жизни, понимаешь? Потому что не знаю, с кем они мутят, с провоктиновыми какими-то додиками. Ну, серьезно. Ты видел кореша? Ты будешь скоро продавать услуги парня, на сутки парня. Бро, ни за какие деньги с ними я не буду, я просто как факт это сказал. И все, понимаешь. Даня, ты решаешь все вопросы силой, потому что у тебя нет мозгов? Какие вопросы я решаю силой объяснения? Многие. Я решаю вопросы всегда интеллектом, я высокоразвитое существо, бро. Ты сам только что налетел на борца, который хотел с тобой нормально поговорить? Ну, тут уже вариантов не было. Он сказал заднюю кидаешь, я не кидаю заднюю, вылетел, все. Его спасли, ему помогло просто все. Дань, ты понимаешь, что ты настолько скатился, что даже Эвелон с тобой стримить не захотел? Кто такой вообще Эвелон? Кто такой Эвелон? Кто такой... А ты не знаешь, кто это? Не знаю, но что он сделал в этой жизни? Ну, он достаточно популярный твич-стример. Может, он пожал 170, может, он еще что-то сделал. А для тебя, чтобы быть каким-то авторитетом, нужно пожать 170? Да. Весомые есть какие-то достижения в его жизни, кроме вот этих подписчиков? Ну, 170, я думаю, он не жал, но у него есть другие достижения. Просто, бро, я отношусь к подписчикам так, знаешь, без разницы, сколько у тебя подписчиков. Главное, какие твои достижения, что ты сделал в этой жизни. Какие твои достижения? Братан, жму 170. Залил оперцовкой бездомного? КМС по борьбе жму 170. КМС по бездомным? По бездомным, мастер спорта по бездомным. Может, тебя обидел кто-то из стримеров так сильно, что ты сейчас так плохо высказываешься? Да, меня... Просто в моменте нужно прислушаться даже к какому-то мнению, чтобы прийти к чему-то лучше. Ты, видимо, вообще не справишься. Меня обидел Роша Кореш тем, что он там заплакал на стриме, словил паническую атаку. Мне стало обидно за него, реально. Даня, ты идешь по стопам Глебаса и Фроссит. Хочется, чтобы тебя так же, как и их научили себя вести в общественных местах? Ну что, я законопослушный гражданин. Я к уважению отношусь... Ты залил бездомного перцовкой. Что? Это ненормально. Какого бездомного? Ты снимаешь трэш-контент. Вы что? Какой трэш-контент? Ты просто сливаешься с диалога, ты не можешь ответить за свои действия. Вопрос какой? Ты идешь по стопам Глебаса и Фроссит. Хочется, чтобы тебя так же научили, как и их вести себя в общественных местах или что? Я не буду ходить в туалет во вкусный точка. Я не хочу. А насчет Глебаса я не чувствую сразу. Ты слабак, ты слился просто. Я слабак. А сюда подойдешь? Ну, задашь в лицо мне этот вопрос? Ты же сказал, что физическая сила не решает вопрос. Давай дальше едем. Даня, смотри. Мы с тобой дружили, мы с тобой начали снимать. Когда у тебя было 9 тысяч подписчиков, мы тебя привели в эту деятельность. Грубо говоря, снимание с бомбажами. Я не уважаю его, на самом деле. И знаешь что? Ты мне сделал идею вот эту, рассказал, как залить дедушку перцем. Ты мне это сказал сделать. И меня из-за этого в колледже выгоняют, если мы перестали общаться все друзья. Из-за того, что они считают, что я такой плохой. Хотя это была твоя идея. Ты меня подначил, и Матвей, ты подначил это сделать. Ты уверен, что из-за этого с тобой интернет? Да. Там была вода или перец? Там был перец? Конечно, там была вода. Какая разница? Многим людям это непонятно в интернете. И знаешь, что я тебе хочу сказать? Давай я тебе скажу это в лицо. Что ты мне в лицо скажешь? Давай. Сейчас кратчатку дознает. Что ты мне скажешь в лицо? Давай. Ай! Блин!